Привет, ребята! Сегодня девятый день, все делаем 90 раз, так что сегодня я буду использовать резинку, так что посмотрим, какой будет эффект, в самом интересном. И с резинкой плюс то, что мы можем всегда, так сказать, выбрать, какое мы напряжение, точнее, какое сопротивление мы хотим. Вот, по мере примерно, такое я хочу себе сегодня, да, те, которые подсоединяют сегодня, первые два видео я рассказываю про технику, немножко, как там стоять в стоечке, как выровнять свою стойку. Ну что, пошли тогда 90 ударов. Можно делать с места, можно шагом делать. Продолжение следует... Пречка забивает хорошо, так же сам правой рукой. Не забываем в конце закрутить напрячь кулак в конце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это мысль об этом Ну что, пошли боковые Так же самое, не привязываем Можно конец привязать Чему-то стал бы взять боковой Мы с места должны были взять боковой Можем пробовать сделать 40 взял Можем пробовать Корпус 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 не пьющие плечо обратно оттягиваем получится длинный удар сразу не пьющие плечо обратно оттягиваемся длинным ударом и длинным ударом То же самое, да? Закрыли, ударили. Закрыли, ударили. Ну и что, остались у нас апперкотики. Сейчас привяжем мы его куда-то сюда. Взяли длину для того, чтобы удобно было. Удобно было и слишком сильно натянуто, потому что после 30-го, 40-го уже будет плечики забиваться. И опять стали, что их закрутили, ударили. Прошли, стык, стык, стык. Стрях, стык. Стрях. И пять, четыре, четыре, четыре. И пять, четыре. А пять, три, четыре. Перестарался, сейчас изюх не меньше. Ну и мой самый один из самых любимых ударов апперкот, который нарабатывал довольно-таки много, и результаты тоже были плохие. Я здесь делаю рукой, можно еще сесть, поднимать ножку и сесть, стать более силовым и туда. Я здесь делаю рукой. Песня, закрыли глазки. Щелкну. Кто пишет на улице, мы говорим, не подходи, только подошел, сразу щелкну. А я вот спился, сколько мне, 90, но, по-моему, еще вам надо сделать 90, потому что я, как я говорю, взбиваются числа. Так, и нам минуты 30 сегодня стоит. Всегда разогреваем перед тем, как стоять, всегда надо разогреть. В предыдущих видео это не говорил. Так, минуты 30. И погнали. Для чего? Еще раз повторюсь, для того, чтобы ударная часть у нас была как железо. Поэтому ее надо креплять. И самое эффективное это стояние на кулаках. Можно перекатываться потом. Делается очень много разных на пальцах стоять. Разные упражнения есть, куча разных упражнений. Киухашинкай, те, кто знает, что такое, посмотрите, как они укрепляют набивки. Все набивки тела, так сказать. И так что, да, кинтуса у вас должны быть сильные, крепкие. Потому что, чтобы при каком-то ударе в локоть, в лоб, не сломался ваш кулак. Тут у нас и статистика работает, в принципе, на руки и плечи. Те, кто не могут, отдохнули и продолжили. Мы пока что еще можем. Так что, используйте, сделайте челлендж, чтобы становились мужчины, женщины, любители спорта, ударного вида спорта. Не только как спорт. Берите внимание для самозащиты, для уверенности, для здоровья. Всем добра, до завтра.